Люди, которые ориентируются на наше доведение информации с Алексеем, они сейчас ищут эту информацию, многие приходят к нам, поэтому помогайте, раздавайте в чатах, раздавайте просто ссылки на наши конференции, потому что мы с Алексеем отрабатываем все-таки такой очень, скажем так, научный, но довольно-таки доступный метод доведения информации о проекте, о тех вещах, которые происходят, о том, что будет дальше по развитию проекта. Мы всегда находимся в самой гуще новостей, потому что напрямую работаем и с конструкторским бюро, и с основными менеджерами, лично с Антольдаршем Юницким. Более того, он очень регулярно, часто доводит до нас определенные мысли и акценты, которые мы должны делать на вебинарах, для того, чтобы это было более понятно раскрыто именно особенностей технологии и процесса строительства. Вот приведу один пример, что там часто, знаете, вот эти умники, которые пишут Юницкому, что вот вы там год там строите и так далее, и так далее, почему так медленно там, еще так сказать. Понимаете, Юницкий просто говорит, я не могу, что ответить на такой вопрос, если Сименс создавал систему 45 лет, потратил 6,5 миллиардов долларов и не запустил транспортную систему, которую создавал, то когда здесь мы год назад только пришли на площадку и уже через полгода началось строительство, а сегодня уже видны основные узлы, уже видны станции, видна путевая структура, и сегодня создается подвижной состав, который просто нельзя показывать с точки зрения уже именно коммерческой и научной новизны, то куда уж говорить, что куда больше. Второй вопрос, который задают по стройке, почему там так мало народу работает, он говорит, а что вы хотите, чтобы здесь работало 5000 человек, мы платили там одним только рабочим бешеные деньги и говорили, что мы создаем инновационную технологию. Нет, конечно, друзья, здесь работает минимум людей и то, что они в любые погодные условия, любые люди, которые являются специалистами в узконаправленном, допустим, строительном спектре, сегодня создают инновационную систему, говорит о том, что она высокотехнологичная, она инновационная и, соответственно, как на фабрике у Боинга в свое время люди, которые производили табуретки, те же люди потом производили уже самолеты, которые летали, аппараты тяжелее воздуха. Точно так же сегодня очень многие специалисты, которые из разных пришли специальностей, из разных предприятий, они сегодня создают новую инновационную систему. Ну, друзья, значит, по тому репортажу, который сейчас прошел, естественно, что это очень большая для нас сегодня и, ну, как бы такая личная радость, потому что конструкторское бюро, которое выходит на субботник, 16 апреля, очень знаменательная дата, что в этот день день рождения у самого Анатолия Давча Юницкого, день рождения у его дочери, то есть он сделал мужу на такой подарок, в этот же день у него родилась старшая дочь. Вот, соответственно, то, что они сегодня всей семьей, и в репортажах было видно, они там сегодня, именно 16 апреля работали, делали, это тоже говорит о семейственности, о заинтересованности, о том, что люди работают, делают, это действительно праздник. И то, что все конструкторское бюро готовится к нашему приезду туда, они там все облагораживают, делают, очень волнуются, потому что такое количество людей, конечно, в Экотехнопарке еще не собиралось, вот, но, тем не менее, друзья, это очень такая серьезная работа, и вы видите, что выходной день, праздник и субботник, действительно, мы мысленно все были с ними, когда будут у нас уже Юнибайку и Юнибусы, и можно будет за два часа добраться до Минска, то мы будем там чаще участвовать, но пока перемещение, которое занимает довольно-таки, хоть тоже ночь на поезде, но довольно-таки сложно, то мы будем все-таки пока готовиться к таким мероприятиям, как 23-24 апреля, тоже постепенно. И, друзья, теперь кто будет 23-24 апреля, конечно, со всеми пообщаемся, у вас будет личная возможность сфотографироваться, получить автограф у Анатолида Арчи, у ведущих конструкторов, материалы будут очень интересные, просто общение, праздник. И здесь, друзья, сразу такой настрой, чтобы вы понимали, что это фестиваль, это не презентация технологий, не демонстрация научно-технического прогресса, не какие-то заглякаловки для крутых инвесторов, это все будет делаться в отдельном мероприятии. А это, друзья, праздник, праздник весны, праздник желания поздравить генерального конструктора и генерального директора с днем рождения, с прошедшим, вот, то есть, как бы, такое коллективное поздравление. Но здесь, друзья, сразу оговорюсь, что самое главное наше поздравление, мы директорским составом для себя определили, это максимум количества инвестиций, которые мы должны сделать в этом месяце 23 апреля, и я думаю, что на этот рекорд мы выйдем, причем с большим отрывом от прошлого месяца, хотя прошлый месяц тоже был абсолютный рекорд за все время краудинвестинговой работы. Это, друзья, будет наш главный подарок и наш главный вклад в то дело всей жизни Юницкого, которое сейчас делается. И сразу еще тоже такая, не то что просьба, друзья, я думаю, что все понимают, что готовится это все силами конструкторского бюро, специалистами, всем мы по мере помогаем, по мере сил, то есть, это непрофессиональная подготовка, и если будут какие-то сбои, накладки, там еще, друзья, относиться к этому спокойно, потому что это праздник, и не надо ни себе портить, настроение не другим, давайте, друзья, даже к каким-то накладкам, которые могут, естественно, при такого рода мероприятиях проходить, чтобы относиться к этому абсолютно спокойно. Тем более, что такое массовое количество, которое примет Экотехнопарк, это первый раз, мы, естественно, к этому подходим как к тренировке к октябрьской презентации, потому что в октябре, конечно, будет, друзья, грандиознейшее событие, это будет уже действительно презентация технологии, это действительно будет приглашение очень много вип-персон, даже президенты нескольких стран будут присутствовать, это будет очень серьезное такое уже мероприятие, такого мирового масштаба, естественно, что мы к этому нашему экофесту 23-24 апреля подходим как к встрече друзей, как к посадке фруктового сада, как к празднику, но и в то же время, друзья, чуть-чуть потренируемся на то, чтобы в октябре уже провести более масштабное мероприятие, для того, чтобы уже действительно свою технологию и то, что мы создали, показать уже очень масштабно, очень серьезно, это тоже, друзья, одна из целей задачи, которую мы себе ставили. себе ставили делаем, поэтому тот опыт, который мы сейчас нарабатываем для октября, он, конечно, будет крайне и крайне важен, и в октябре какого числа, ну, друзья, определимся, какого числа, так сказать, тоже примерно в таких же числах, там, 23-24 октября, ну, плюс-минус, там, неделю посмотрим, там, дату еще не определяли, но это в октябре будет точно. В прошлом году мы проводили 24-25 октября годовое собрание и годовой сбор, ну, примерно в таких же числах будем проводить и в октябре уже в Минске, и в Экотехнопарке, в Мариной Горке такое мероприятие. Вот, это вот то, что касается, вот, проведения и то, что касается участия. Поэтому, друзья, здесь, естественно, что какой сейчас настрой и какой подход к Экофесту, к всем, что мы ничего не скрываем, это раз. Второе. Мы не хотим выдать желаемое за действительное. Мы не хотим ни перед кем понтоваться и говорить, что у нас есть что-то, что сегодня превосходит наши возможности. Нам, друзья, этого не надо, потому что мы каждый день делаем. Мы полгода, 4 месяца, 3 месяца, сейчас, дальше через 2-3 месяца будет определенная вещь. Мы это показываем, и этот график сегодня идет и реализуется. Поэтому на сегодняшний момент нам важно показать динамику, как это работает. Нам важно показать количество инвесторов и людей, которые подключаются и верят в этот проект. Нам важно показать регионы, страны, которые сегодня соединились для решения, которые показывают уже запуск адресных проектов, потому что там будут делегации мэрии различных городов. Мы это покажем в репортажах потом. Почему я сейчас говорю «покажем», потому что сегодня трудно говорить, кто приедет, кто не приедет. Это постоянно меняется. Это же, во-первых, чиновники, во-вторых, бизнес-среда. Поэтому тут одни делегации, которые собирались ехать, отказываются, другие, которых мы совсем не ждали. Буквально вчера нам звонит очень интересный активист наш из Чеченской Республики и говорит, что поедет мэрия Грозного. Даже представитель правительства Чеченской Республики будет на этом фестивале, хотя еще неделю назад мы об этом не предполагали. Еще ряд с Украины, с Белоруссии, с Молдавии, с Казахстана, с Киргизии. Поэтому, друзья, я сейчас с трудом представляю, сколько будет людей, как это будет с точки зрения делегации. Но когда проведем всю работу, сделаем, по факту уже, друзья, как раз будет делаем. Поэтому это очень важное мероприятие, важное с точки зрения ответственности для Юницкого. Он очень волнуется по поводу выступлений. Он всегда волнуется перед публичными такими выступлениями. А тем более, что тут, когда есть определенная ответственность, а тем более, что определенное ожидание. Потому что сначала предполагалось, что мы будем показывать определенные технологические элементы. Потом, по мере того, как стали продвигаться и делать, стало понятно, что очень многие вещи мы не можем показать, потому что не готова их еще патентная и интеллектуальная защита. А это, друзья, основное сегодня идет в нашем проекте. Поэтому сегодня это мероприятие, которое для нас больше именно важно, что встреча союзников, встреча единомышленников, поздравления Юницкого и, соответственно, подведение итогов, что мы сделали, и двигаться дальше для того, чтобы мы все более и более активно развивались. Там еще будет ряд крупных инвестиционных фондов. Но мы хотели сделать с ними определенное совещание, конференцию, чтобы они выступили. Но, как вы понимаете, обладатели и представители крупных денег попросили не делать с ними конференции и совещания, чтобы они там присутствуют, посмотрят. Но выступления и каких-то заявлений делать не будут с точки зрения того, чтобы это не повлияло именно на бизнес-решение, на развитие тех процессов, которые сегодня идут с точки зрения уже построения определенных управляющих компаний, адресных проектов, чтобы это никоим мере не помешало. Но само по себе желание, то есть я общаюсь с представителями этих фондов, что вы сказали именно желание посмотреть на тех инвесторов, которые сегодня участвуют в проекте, чтобы действительно увидеть людей, благодаря которым этот проект сегодня развивается. То есть, если говорить их языком, именно инвестиционных банкиров, то реально увидеть потенциальных вкладчиков или покупателей обязательств, которые они собираются выпускать. Поэтому, естественно, что у нас очень большая программа по уже совершенствованию финансовых инструментов. То есть, готовится сейчас, это я просто как на будущее скажу, то есть для кого это понятно, что готовятся серьезных выпуск облигаций, имитентами которых будут крупные банки, крупные инвестиционные фонды. Естественно, они будут нести гарантии, это выйдет совсем на другой уровень уже финансирования и гарантирования. То есть, они обязательно будут страховаться, и это следующий этап. Но, друзья, сразу могу сказать, что будет в обязательном порядке. При этом будет резкое падение дисконтов, которое просто резкое. Потому что сегодня, когда мы работаем в венчурном таком элементе, когда очень многие вещи мы делаем на риски, и мы говорим, что если вы верите или хотите участвовать в этом риске, вы можете участвовать в проекте. Если вам надо безрисковое вложение инвестиций, пожалуйста, есть СИПнефть, есть Роснефть, есть Газпром, есть Эйпл и Шелл. Пожалуйста, покупайте их, соответственно, облигации и их акции, и там вы будете, соответственно, более защищены с финансовой точки зрения. Но о такой доходности, как сотни тысячи, соответственно, в исчислении процентов годовых, можно, конечно, забыть. На сегодняшний момент, когда мы ведем переговоры, и действительно крупные уже инвестиционные игроки включаются в эту работу, и это будет сразу резкое уже повышение квалификации именно ценных бумаг, о которых мы говорим. Но, друзья, чудес в финансовом мире не бывает. Как только будет увеличена их гарантированность и доход, но, соответственно, сохранение, значит, резко упадет доходность. Здесь, друзья, но все равно она будет очень высокая с финансовой точки зрения, она будет намного выше, чем вклады в банках, вклады даже в хиджи-фондах, потому что здесь инвестиционная, инновационная составляющая будет давать этим бумагам очень большую доходность. Но это, друзья, то, что будет уже ближе к октябрю, это то, что мы как раз уже будем делать и презентовать, начиная где-то с лета этого года, у нас будет целый ряд таких, они называются в финансовом мире, это род-шоу, то есть когда будет презентоваться технология, уже не к краудинвестингу, а уже к определенному кругу инвесторов, которые готовы заказывать технологию и инвестировать. И где-то начиная с июня месяца у нас готовится ряд таких род-шоу, и они готовятся в разных городах, в разных странах и по разным проектам. Об этом мы еще специально, друзья, об этом поговорим, когда мы будем уже подходить к род-шоу, здесь мы работаем уже с партнерами, и род-шоу это уже финансовый механизм, то есть он готовится по определенной логике, к нему подводится определенное количество пиара, то есть продвижения, и поэтому, друзья, тут уже мы вам будем доводить информацию по мере того, как будет двигаться, и то, что мы с партнерами будем согласовывать, вот что можно будет рассказать, мы с Алексеем будем обязательно до вас доводить. Я думаю, что, друзья, это крайне интересно. Вот сейчас я могу сказать, пока первое по таким результатам предварительных, в которых я принимаю участие, и то, что мы обязательно сделаем, соответственно, в 23-24 апреля в Марьиной Горке, это подписание первых соглашений о создании управляющих компаний с администрацией Красноярского края по запуску четырем первым адресным проектам. Это, друзья, я могу сказать, готовится, сейчас документы все в полной проработке, вот Алексей, может быть, об этом два слова более подробно скажет, потому что он работает непосредственно со специалистами администрации Красноярского края, он работает со специалистами конструкторского бюро, и это соглашение, ну, я на 99% уверен, что будет подписано, и это будет старт первым четырем адресным проектам на территории Красноярского края. И, скорее всего, такое же будет подготовлено по Самаре, но не уверен. Скорее всего, мы согласуем текст определенного соглашения, но подписывать его будем уже несколько позже. Вот это вот просто такие первые шаги, первые вехи, вот, и, соответственно, сразу после возвращения из Минска мы с Алексеем и еще с двумя специалистами летим уже в Грозный, в Чечню, для того, чтобы уже запускать работу там, потому что очень интересный подход там к проекту, очень большая заинтересованность в том, чтобы двигать. Это тоже одно из таких направлений, которое там будет дальше двигаться, которое будет, опять же, друзья, это только первые-первыхые шаги, а их и уже было сделано, и делается, еще будет, очень много делается. Тут мне задают вопрос, а что с Санкт-Петербургом, вот, куда я там ездил, докладывал в администрации Игоря Семняева. Но здесь, друзья, вопрос такой, что там меняется губернатор в ближайшее время, уходит Полтавченко на заслуженный отдых, к сожалению, по состоянию здоровья. На его место приходит Максим Соколов, довольно-таки интересный, такой молодой человек, губернатор, он сейчас является министром транспорта Российской Федерации, это как раз тот человек, который сегодня вник в технологию, который понимает, что благодаря ему и его команде мы сегодня получили признание Минтранса, соответственно, именно в развитии технологии и в рекомендации развития технологии на территории региона. Это тоже очень такое знаковое событие. Вот, посмотрим, как дальше это будет развиваться в практическую работу. Мы очень надеемся, что наш проект «Северная жемчужина», который мы уже презентовали для администрации Санкт-Петербурга, он дальше получит какое-то развитие. Но, друзья, будем смотреть, работа ведется настолько активная, и сейчас я даже не могу предположить, какие проекты будут в ближайшее время более активно развиваться и которые подойдут к реализации. То есть это десятки проектов и на территории России, и стран Евразийского Сотружества, и проекты, которые идут уже на других континентах. Поэтому здесь абсолютно... И самое главное, что практически каждую неделю команды, которые подключаются к таким адресным проектам, они все увеличиваются, и, соответственно, предложений такие все больше и больше, и мы сегодня в этом направлении активно и активно работаем. Ну вот, друзья, это вот то, что касается вот этого блока работы и то, что мы сегодня ждем от конференции. Естественно, что отчет мы вам дадим, видео и фоторепортажи будут обязательно выложены, все увидите. Мы на следующую среду, как раз мы во вторник только с Алексеем вернемся, с Минска мы вам по свежим таким ощущениям, и обязательно проведем этот вебинар, посвященный профессору. Тот, кто будет, соответственно, вы нас поддержите. Единственное, что я могу сказать, друзья, что для всех это будет действительно праздник, у меня нет никаких сомнений по поводу того, что все ожидания, и вот этот вот эмоциональный подъем, который был в октябре на прошлой конференции, перед этим мы проводили, и сейчас мы абсолютно уверены, что он даст следующий толчок, и мы дальше будем шагать еще более интенсивно, мы будем более активно продвигать проект, более активно привлекать новых, соответственно, участников проекта, потому что действительно не за горами то время, когда будет уже сворачиваться именно краудинвестинговая программа в Skyway, именно для строительства экотехнопарка и запуска адресных проектов, потому что это перейдет уже на финансирование крупных заказчиков и крупных инвестиционных венчурных фондов, и это, друзья, закономерно. А мы с вами уже будем дальше двигаться, и я несколько приоткрывал завесу, что команда именно научно-технологической школы инженера Юницкого, мы для вас готовим целый пакет программ по следующим технологиям, которые будут по капитализации соизмеримы со Skyway. То есть Skyway это как локомотив, он пройдет и потянет за собой целые отрасли и направления, а мы с вами будем развивать еще ряд очень перспективных направлений, это индивидуальное массовое строительство для построения экопоселений, там будет составляющей части и умный дом, и умное стекло, и даже умная земля, то есть SmartLand это программа, которая будет именно, элементы ее Юницкий показывал, связанные с выращиванием и созданием гумуса, но это следующая революция, которую Skyway породит еще и в сельском хозяйстве. Это тоже будет и крайне интересное направление, и мы его сейчас обсуждаем уже и в запуске проекта в Израиле, там где в пустыне будет строиться, проектируется первая трасса между Тель-Авивом и Элатом, и там на протяжении, на ширине 30 километров планируется построить уже именно аграрный комплекс с помощью технологии уже Skyland, это именно технологии, которые позволят использовать гумус, который тоже сейчас отрабатывается на экотехнопарке. Такой же проект предусматривается в бизнес-плане для строительства в пустыне Невада, тоже интереснейший проект, который не просто делает линию, а еще и показывает возможности, которые есть. Такие же проекты сейчас закладываются в Арабских Эмиратах, Юницкий рассказывал об этом, когда показывалась концепция линейного города, и тоже помимо города, помимо скоростного системы юнилета, помимо городской системы юнибусов, еще закладывается новая концепция освоения земель, которая выводит этот проект просто на новые горизонты с точки зрения бизнес-привлекательности, и на новые горизонты с точки зрения возможностей, которые предлагает Skyway. Потому что вы четко должны понимать, что Skyway это не просто железная дорога, которая сегодня используется для того, чтобы перевозить людей. Это система, так же как интернет, то есть система, которая дает доведение, использование, хранение информации, она сегодня нам открывает все новые и новые возможности. Точно так же Transnet, это те возможности, которые будут открываться, о которых мы сегодня даже не можем себе предположить. Мы это в том плане, что мы эти сегодня возможности собираем, и я могу сказать, что концепция и развитие с точки зрения футурологии, с точки зрения несколько приоткрывания будущего, настолько необычно, насколько вы сегодня, в большинстве случаев, даже не можете себе это предположить. И здесь как раз мы с Алексеем эту вещь сейчас оформляем, делаем, и я могу сказать, что то описание и тот бизнес-план, который будет готовиться и сейчас готовится для линейных городов и для развития системы Transnet, он будет настолько необычный для многих, что как раз без определенной подготовки понять и принять, что там будет предлагаться, невозможно. Но это, друзья, естественный такой процесс, и здесь у нас очень большой опыт для анализа, мы очень, как вы понимаете, анализируем все до нас элементы, которые производились, это и связаны с Boeing, как запускалась авиация, то есть мы не раз приводили эти примеры. Мы приводили примеры по запуску пятого технологического уклада, о том, как создавалась концепция капитализации Apple, крупнейшего сегодня производственного гиганта, это крупнейшая компания, которая вплотную подошла к капитализации в 800 миллиардов долларов, именно из-за того, что она предоставляет рынке интернета уникальную услугу и является лидером в это соответственное направление. И мы не раз вам рассказывали о концепции входа Джобса, как он разработал и вошел с системой нового гаджета, новой системы в информационное пространство, как он завладел десятками, а потом сотнями миллионов потенциальных вкладчиков, потенциальных пользователей его технологий, которые инвестировали и получили потом заслугу. И, соответственно, айфоны, айпады, потом макбуки, и сегодня целая линейка IT, то есть, соответственно, смарт-технологий, то мы очень многие элементы, соответственно, это анализируем, берем оттуда опыт, и технология, которая дальше будет развиваться, входить, конечно, она будет опираться на весь предыдущий опыт, который двигается, на все реальные, которые применялись, и на те цели и задачи, которые мы сегодня ставим. И я могу сказать, друзья, тут обсуждался вопрос, что капитализация, IPO, там еще, так сказать, друзья, я могу сказать, что кому предлагались акции Apple 36 лет назад, когда вся компания стоила там несколько десятков тысяч долларов, и один из друзей Джобса продал свою долю в 10% за 800 долларов, а сегодня эта доля стоит 80 миллиардов. Вот как, друзья, можно было сопоставить капитализацию и рост этих долей? Естественно, невозможно было. Еще я всегда при этом повторяю момент, что это не значит, что у полтора миллиарда людей, которые во всем мире занимались инвестициями, была возможность войти в компанию Apple. Нет, конечно, друзья, был очень ограниченный круг людей, который, в принципе, имел такую возможность. Но, друзья, по этой аналогии очень ограниченный круг людей, которые сегодня имеют возможность войти акционерами в корневую компанию Skyway. И здесь, друзья, вы нисколько не опечаливаетесь, абсолютно спокойно относитесь к тому, когда вы кому-то доводите информацию, и кто-то отмахивается рукой и говорит, что нет, друзья, это все ерунда, потому что аргументация товарища Джобса, который продал свою долю в 10%, была в том, что 200 компьютеров до конца года, а это был, сейчас скажу, это был 79-й год, они не произведут. И эта компания обречена на банкротство. И, соответственно, это неверие человека, который уже был внутри компании, привело к тому, что, соответственно, человек потерял... Это его личный выбор. И ругать его или не ругать, или, соответственно, сегодня прав он или не прав, к этому относиться надо абсолютно спокойно. Потому что тогда не было компьютеров, тогда не было перспективы развития, тогда никто не знал, что строит Джобс, и, соответственно, поверить и пойти в это, соответственно, могли немногие. Точно так же сейчас, как можно представить, что такое транснет, линейные города, юнибайки, что такое система нового расселения, когда этого нет. Вот как раз абстрактное мышление и позволяет людям делать вывод. И сегодня, друзья, уже как раз говоря о крауд-инвестинге, почему он сегодня является как основной рабочий инструмент? Потому что люди могут позволить себе рисковать небольшими для себя инвестициями для того, чтобы участвовать в такого рода проектах. Не надо вкладывать тысячи, сотни тысяч, миллионы долларов. Это уже крупные инвестиции. А вот как раз то, что мы с вами сделали, друзья, то, что мы построили сегодня доказательную базу, и мы ее все в октябре увидим уже как демонстрация технологии, а сегодня мы своими глазами прикоснемся к тому, как это развивается и делается. И даже с исторической точки зрения, еще один очень важный аспект, друзья, я просто вам рекомендую в обязательном порядке сфотографироваться возле опор, которые еще не достроены, сфотографироваться возле станции, потому что когда все это будет сделано и работать, это будет не такая ценность. И я очень много приводил, друзья, фотографий или примеров. Я не знаю, Алексей, ты сможешь сейчас достать или вытащить, или я в перерыве потом достану несколько фотографий, которые сделаны 15 лет назад, и мы с Юницким фотографировались возле первых строящихся опор, возле первого Юнибуса, который был там 15 лет назад. И, соответственно, сегодня эти фотографии имеют историческую ценность, потому что полигона уже нет, его уничтожили, но есть память, есть документы, которые показывают, с чего все начиналось. И сегодня, когда кто побывает на Экотехно-нашем фестивале, он будет возможность иметь фотографии сказать, ребята, видите, как это строилось, видите, с чего это начиналось. Вы будете показывать эти фотографии своим детям, своим внукам о тех истоках, которые были. Я это говорю уже, друзья, на своем опыте, потому что у меня есть фотографии 15-летней давности о строительстве первых трасс Skyway. И если тогда это было просто интересно, просто любопытство, сегодня, друзья, это уже исторические фотографии. А представляете, какую ценность они будут представлять через 5, через 10, через 15 лет, когда все это поедет, и есть возможность показать фотографии, с чего все начиналось. Поэтому здесь, друзья, не упустите эту возможность, просто сфотографироваться, во-первых, со своими друзьями, со своими командами. А вот, Алексей, да, то есть, вот фотографии, которые, видите, этим фотографиям 15 лет назад. Я почему их сейчас показываю, потому что вы видели, как строится сейчас. Это тоже схожие элементы, схожие вопросы. То есть, это то, что уже здесь, то, что делалось. Да, вот видите фотографию. Это мы с Анатолием Главовичем тоже на строительстве первой анкерной опоры. И если раньше я этим фотографиям не придавал никакое значение, то сегодня это, друзья, уже историческая ценность. Поэтому я тоже обязательно сфотографирую, чтобы у меня был вот такой же ряд, то есть, обязательно с Анатолием Главовичем на строительстве опор, для того, чтобы уже было что сравнить, чтобы это была некая определенная аналогия. Ну и второе, очень важное, друзья, это сопричастность к созданию, сопричастность к тому очень важному моменту, который мы все с вами, друзья, сегодня делаем, который благодаря нам сегодня, друзья, движутся. Ну вот, друзья, давайте я сейчас делаю, как всегда, небольшой перерыв. Я передаю слово Алексею Суходоеву в этой аудитории. Его, наверное, уже не надо представлять. Это мой товарищ, коллега, партнер, с кем мы сейчас работаем по нескольким очень важным направлениям. Без него очень много его не началось. То, что сегодня идет по адресным проектам, в частности, по Красноярску и по Чечне. И второй момент, что очень интересно, у него всегда очень интересный свой взгляд на те вопросы, которые он освещает. Поэтому в конце я, как всегда, друзья, несколько слов обобщающие, связанные с экономикой, с тем, что нас окружает и что нас ожидает в ближайшее время. Ну а дальше, друзья, уже, я думаю, что с многими из вас до встречи в Минске на Экотехнопарке. Друзья, рад всех приветствовать на уже расширенном технико-экономическом вебинаре. Те, кто перешел с вводного техно-экономического вебинара, более чем говорю, что это правильное решение. И сегодня, вот уже на расширенной версии вебинара, я хотел бы рассмотреть очень важную тему, действительно важную тему, потому что многим кажется, что наш Экотехнопарк строится как-то медленно. Кто-то думает, что он строится уже полтора года, кто-то вообще думает, что два года. Друзья, он строится не полтора, не два года, он строится полгода. То есть, вот ровно чуть больше года назад, 16 апреля, но прошлого года, мы получили, соответственно, уже возможность проведения работ на земле и так далее. И вот посчитайте, сколько времени прошло, на самом деле, чтобы сейчас мы уже увидели то, что действительно происходит на наших глазах. Это строительство, это возведение, и уже установлены 18 промежуточных опор, и крайняя опора, она стальная, то есть она именно металлическая, чтобы доказать и показать, что различный тип, может быть, материала, используемый в промежуточных опорах. Фактически возведена уже анкерная опора, которая совмещена с транспортно-логистическим узлом, который, соответственно, может иметь нагрузку вообще дубайского аэропорта. То есть, это колоссальный пассажиропоток, и он будет справляться, именно вот наш транспортно-логистический узел. И для того, чтобы прозвеять ваши сомнения, дамы и господа, я привел небольшую аналитику, то есть, чтобы на конкретике показать, что будет строиться быстрее. И мы говорим про первые этапы, то есть, вот скорость строительства 1 км в сутки, и то, что сейчас экотехнопарк строится, ну, буквально каких-то полгода. Вот при расчете 1 км в сутки давайте сравним с теми технологиями основными, и кто-то считает их конкурентными технологиями, но они нам не конкуренты, конкуренты другие, они есть, и с ними нужно считаться, за ними нужно наблюдать, но сильно не засматриваться, потому что наша технология, она однозначно впереди. Допустим, взять скорость строительства метро, то есть, сколько времени нужно, чтобы построить 1 км туннелей, допустим, одну станцию, выход с эскалатором и межстанционный перекод. Во времена СССР существовал стандарт, и на самом деле, нормативный срок строительства станции мелкого заложения был 36 месяцев. 36 делим на 12, это 3 года. И, соответственно, дамы и господа, при скорости строительства 1, допустим, километр, вот представим, что движется только один отряд строительный, и только в одном направлении, и скорость строительства струнной технологии, струнной путевой структуры и всей инфраструктуры вообще 1 км в сутки. Приведу расчеты тоже, чтобы было понимание, сколько, допустим, сейчас строится вообще в месяц метро. В месяц 1 км это в лучшем случае. 300-500 метров в месяц. То есть, это примерно 20-40 метров в сутки. И так что километр действительно нужно прокапывать около месяца. И более того, ведь существует разница между грунтами и так далее. То есть, и помним, что строительство метро очень дорогостоящее, и сама технология весьма и конкретно удорожает вообще стоимость проекта. Второе, на чем я хотел остановиться, это уже, соответственно, тоже не конкурент. И монорельс. Многие новички, кто только входит в проекты, кто далек от технических именно вот аспектов, считают, что монорельс в некой степени похож на Skyway. Более того, я был неудивлен, когда я общался с рядом чиновников, и они мне приводили сравнение с монорельсом, спрашивали, чем ваш Skyway отличается от монорельса, ведь это фактически одно и то же. К примеру, также вот мы не будем рассматривать технические характеристики и аспекты. Взять строительство московского монорельсового транспорта. То есть, 2 сентября был начат сам проект, то есть, официальная история проекта была начата. Если взять, допустим, официальную историю нашего проекта, вот новейшей истории Transnet и Skyway, то это, соответственно, 2014 год начала краудинвестинга, и примерно лето 2015, лето получается 2014, если не ошибаюсь, то это уже начало функционирования непосредственно на территории научно-производственного конструкторского предприятия, выполнения работ, создания технической документации и так далее. Как вы думаете, когда был введен в эксплуатацию монорельсы и когда он принял первых пассажиров? С 98 года прошло 6 лет. Дорогие друзья, прошло действительно 6 лет, и 20 ноября 2004 года только был введен в эксплуатацию первый подвижной состав монорельса. Это действительно, дамы и господа, колоссальная разница, и чтобы закрепить ваше понимание о том, что строительство транспортной инфраструктуры Skyway намного быстрее, чем существующие транспортные инфраструктуры сегодняшнего времени, я приведу уже сравнение с высокоскоростным транспортом. То есть, если говорить про высокоскоростной транспорт, то я могу сказать, что вообще в этом направлении огромный потенциал закладывается у Skyway, потому что средняя скорость перемещения это до 400 км в час. То есть 500-600 км в час мало таких высокоскоростных подвижных составов, которые сейчас перемещаются. Более того, Китай, например, заказывает сами подвижные составы из других стран, и огромная проблема то, что подвижные составы не отечественного китайского производства, а соответственно их нужно заказывать у Siemens и других гигантов именно промышленного производства высокоскоростных составов. И так же происходит с ТЖВ, и дамы и господа, вот наши преимущества, Бомбардир, Siemens, Kawasaki и так далее, Alstom, различные на самом деле фирмы. И поставка фактически ведется из Европы, Северной Америки или Японии, в Китай, что касается Китая. Я не буду приводить стоимость достаточно мощную и пугающую, к примеру, Москва-Казань. Я приведу другие конкретные числовые показатели. Допустим, сколько строилась дорога от столицы, то есть от Пекина до крупного северокитайского мегаполиса Карбин. То есть построили за 7 лет. С 2007-го, соответственно, по 2014-й год ввелось это строительство. Skyway построили бы значительно быстрее. Чтобы также уже на цифрах показать, рассмотрим маршрут между Пекином и Шанхаем. То есть за четыре года покрыли расстояние в полторы тысячи километров. То есть полторы тысячи километров, соответственно, четыре года, это умножаем на 365, не будем учитывать високосные и так далее. Соответственно, это получается 1460 дней. И полторы тысячи разделить на 1460, это примерно получается как раз-таки тот самый один день, один километр в сутки. Но вспомним, насколько трудозатратно, насколько сжирает вообще неимоверное количество бетона, металлоконструкций и человека часов строительства высокоскоростной дороги, насколько неэффективный это действительно транспорт. Мы неоднократно приводили пример, дамы и господа, на наших вебинарах. Теперь посчитайте экономический эффект с учетом стоимости, с учетом скорости строительства и так далее. И подумайте, насколько более эффективно и самое быстрое, насколько, самое главное, насколько быстрее строится, допустим, технология SkyWay. Я учитываю, естественно, потому что, на мой взгляд, технология SkyWay будет осваиваться и строительство струнной, путевой структуры струнной сети будет идти намного быстрее, чем по один километр в сутки уже при промышленном производстве образцов, при именно налаженной схеме производства, установке монтажа, анкерных опор, промежуточных опор, натягивания струны и так далее. То есть, когда все технологические моменты будут отработаны. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, если ошибаюсь, то Сергей Анатольевич поправит, то строительные отряды могут двигаться не просто друг на друга и, соответственно, снижать скорость строительства уже 500 метров в сутки, а, соответственно, даже распределять этапы и буквально с нескольких точек начинать строительство и дальше, соответственно, соединять уже в единую путевую структуру. Возможно, в технологическом моменте это невозможно, но друг на друга, соответственно, строительные отряды могут идти. То есть, я думаю, что вопрос по поводу строительства и то, что кому-то кажется, что... Потому что эти вопросы действительно задевает и Сергея Анатольевича, и меня, и в первую очередь это задевает весь коллектив научно-производственного конструкторского предприятия, потому что то, что они делают за полгода, примерно 3-4 года, делалось потенциалом тысячи людей, а это делают 200 человек. И, дамы и господа, многих интересует именно составляющая, такая важная финансовая составляющая, юридическая отчетность. Я могу сказать, что недавно был проведен аудит за струнные технологии, то есть, ничего не скрывается, какая фирма была привлечена, можете ознакомиться, это аудит финанс-сервис, и по этой ссылке, пожалуйста, ознакомьтесь, посмотрите, сколько, соответственно, денег было потрачено, и уже более такие конкретные цифры открытые, вы можете лицезреть. Это, на мой взгляд, доказывает то, что струнные технологии, зао струнные технологии ведут более чем честный, открытый и прозрачный бизнес. Естественно, финансовая аудиторская отчетность, она еще больше подкрепляет и увеличивает ценность инвестиционную привлекательность нашего проекта, потому что не все проекты, тем более вот такие глобальные стартапы, могут похвастаться такой прозрачностью. И, дамы и господа, это действительно привлекает все больше европейцев, то есть, европейская ветка даже непосредственно вот меня и Сергея Анатольевича растет буквально каждые сутки, и если европейцы, я не говорю пока про американцев, то есть, для американцев там, чтобы такая вот железобетонная уверенность была у человека, там, естественно, еще некоторые юридические и финансовые аспекты, именно которые коррелируются на их регион, на их штаты и на их финансовую и юридическую основу. Но, соответственно, Европе более чем комфортно работать, и причем как бы рассматриваются уже инвестиции, в том числе в австралийские проекты, там достаточно серьезные суммы, в том числе, естественно, инвестиции в экотехнопарк, и, дамы и господа, это как минимум сотни тысяч долларов, многие вот уже инвестируют, то есть, 50 тысяч долларов просрочка уже европейцев это абсолютно не пугает, и они понимают, что некая точка невозврата уже пройдена, соответственно, они могут просто не успеть приобрести достаточно серьезные и интересные инвестиционные пакеты и действительно дополнить, либо вообще сформировать свой инвестиционный портфель в виде и на основе акций, в начале это обязательства, которые обязательно станут акциями, приносящим потенциально возможной теоретически ближайшей перспективе и так далее. То есть, я всегда буду произносить эти слова, пока, соответственно, наш проект не закроет возможность финансирования корневой технологии. Достаточно серьезные дивиденды и, соответственно, дамы и господа, это не может нас не радовать, и я рекомендую вас обратиться по ссылке, которую я сбросил в чате. Когда-то для Skyway Invest Group мы приводили понятие, очень краткая, емкая и понятная, что такое венчурный проект, дисконт и венчурная премия. Посмотрите, какой дискаунт был раньше и дискаунт будет снижен уже, соответственно, в начале мая. Мы узнаем конкретные цифры, но, дамы и господа, я рекомендовал бы те, кто желает зайти на более выгодные условия, пожалуйста, заходите, потому что потом такой возможности может и не быть. Я действительно со счастьем в мыслях, в сердце вспоминаю те моменты, когда так вот сириминутно у нас была акция 1 к 1000, и вот все деньги, заработанные с сети и так далее, инвестировал еще. Я лично как бы пользовался этой акцией, чтобы приумножить еще больше и так как бы не маленький, так скажем, именно как участнику, который участвует еще с 2014 года, пакет акций. И, дамы и господа, я рекомендую тех, кто действительно заинтересован в получении более чем серьезных дивидендов, этим воспользоваться. Ну и, собственно, дамы и господа, подытоживая свое выступление, хочу сказать, что буду рад со всеми увидеться 23-24 апреля. Это будут такие серьезные события. Я с нетерпением жду вот этого грандиозного шоу. Возможно, в будущем вообще это превратится в традицию. И если, допустим, сейчас мы видим различные музыкальные фестивали, вот Альфа-банк проводит, Альфа-фьючер-пипл и так далее. Возможно, это превратится в некую традицию таких вот массовых именно встреч активистов SkyWay, и не только активистов SkyWay, потому что SkyWay на тот момент уже будет пользоваться, если не весь мир, то количество людей, пользующих SkyWay, будет расти в той геометрической прогрессии, в которой на сегодняшний день ведется наше строительство и в которой на сегодняшний день развивается наша инвестпроводящая система. Строй SkyWay, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. До скорых встреч, дорогие друзья. А я передаю Сергею Анатольевичу слово, потому что хотелось бы также остановиться более подробно на тенденции. Вы видели, наверное, такие вот поползновения, скачки стоимости нефти, и что нас ждет в будущее, что ожидать после соглашения в ДОХе, ну и, соответственно, июнских соглашений, которые также ОПЕК будет рассматривать. Ничего там, на мой взгляд, такого масштабного... Спасибо, Алексей. Конечно, для новичков очень интересно слышать, да, и про проекты, и про Америку, и про Израиль, и про цену на нефть, так сказать. И поэтому, казалось бы, как это увязать, с учетом, что на прошлом вебинаре мне тут один у нас деятель все писал в чате, а потом мне еще написал о том, что вы тут рассказываете про космос, там, что вы, так сказать, как бы про какие-то проекты, нам тут, типа, жрать нечего, мы тут крохи собираем, давайте эко-технопарк строить, а вы тут про космические проекты. И мне интересно, что это говорят люди, в общем-то, я не знаю по возрасту, сколько ему лет, потому что, судя по всему, он там под чужим именем, как бы это... Но, друзья, мне так и хотелось спросить. Мы отмечали дату 55 лет полета Гагарина, это 61-й год. Друзья, это прошло чуть больше 15 лет после самой разрушительной войны в истории, когда страна только-только вставала из руин, и тем не менее мы строили ракеты, мы летали в космос, вся страна пела, я буду смотреть караваны ракет, и он сказал, поехали, и махнул рукой, и в космос, и все казалось, что мы полетим на Марс, и так далее, и так далее, там, мечтали высадку о Луне, на Луну, так сказать. И это все в те времена, друзья, когда только-только, ну, не только там, поменили карточную систему, и страна еще жила в таких очень тяжелейших условиях. А сегодня, при другом уровне цивилизации, другом уровне экономики, когда есть концепция, есть технология вывода всей экологически вредной индустрии за пределы атмосферы на создание новой цивилизации, экогенной цивилизации, на создание нового технологического уклада, мы неожиданно будем сидеть и говорить, друзья, а зачем нам, собственно, новый технологический уклад, нам и здесь, в общем-то, хорошо. У кого-то может быть и хорошо, но, друзья, в этом моменте, я говорю, мы не зря, мою любимую песенку про стартапы, такие мексиканские мотивы, мы ее всегда в конце вебинара вставим, ну, в последнее время, потому что это, друзья, как раз показывает суть, что только такие люди, как Юницкий, как команду, которую он собрал вокруг себя, те, кто могут работать именно благодаря таким людям и движется вся цивилизация. И с другой стороны, друзья, мы все-таки создаем уже не просто научную организацию, цель которой продемонстрировать и показать возможности технологии, а мы, друзья, создаем бизнес, и этот бизнес очень и очень перспективный, и мы как раз, друзья, отстраиваем сегодня принципиально новую модель. Это не краудфайдинг, когда вы финансируетесь и взамен можете получить какое-то изделие. Вы, финансируясь, становляясь партнером, вы становитесь совладельцами и входите в корневую технологию и во владение теми проектами, которые будут использовать технологии. Это, друзья, абсолютно новый принцип. Что у нас из этого получится, покажет только время. И только время является мерилом. И тот, кто ответит на все вопросы. Но по мере того, как мы движемся, по мере того, как мы развиваемся, у нас, друзья, есть абсолютная уверенность, что те обещания, те настроения, которые мы создаем, то ожидание, которое сегодня создается при участии в этом проекте, мы будем реализовывать. И все, что от нас зависит, друзья, мы будем делать. И, естественно, что, к сожалению, мы живем в таком мире, в такое время, когда очень много происходит факторов, которые от нас не зависят. Тут был один вопрос по Литве. Там деньги в Литве, в Латвии возвращаются. Друзья, там работают юристы. Мы судимся с правительством и лично с президентом Литвы по возвращению денег. Но сказать в перспективе, что это дело выигрышное или когда-то сегодня сказать невозможно. И, опять же, кто мог предположить, что при личном вмешательстве президента Литвы и премьер-министра Литвы, а тут слухи прошли, что у нас президент Литвы, это полу-такая, так сказать, своеобразная дама, метит чуть ли не на Еврокомиссара Евросоюз, то, понимаете, друзья, что здесь можно сказать или что здесь можно чему удивляться. Ну вот бывают такие процессы. Соответственно, проект у нас начинался в декабре 2013 года, когда начался Майдан, а потом события на Украине. Тоже кто мог это предположить или что сделать сегодня, когда прошла волна вот этого кризиса и сегодня идет уже новая конфронтация, русофобия, конфликт именно русского сегодня мира с западной цивилизацией, с тем, что сегодня происходит. Это, друзья, не мы начинали, не от нас это зависит, но мы живем в этих реалиях. Нас пытаются втягивать, нас пытаются каким-то образом привязать к этим процессам. Мы всегда, друзья, стоим на стороне, мы вне политики, мы вне таких игр, для нас все равны для тех, кому нужен цивилизация, для тех, кому нужен транснет, для тех, кто собирается жить в новом укладе. Сегодня у нас, я уже говорил, управляющие компании создаются в разных частях света. Это, друзья, для нас и для вас система безопасности. Потому что сегодня будем говорить объективно, что может дальше происходить в России, это одному Богу известно. Может, какие завтра будут принимать решения чиновники здесь, когда экономику, которую они отстраивали 15 лет, сегодня терпит крах. Потому что единственный позыв и единственный экономический постулат, который был при построении этой экономики, в которой мы сегодня живем, это то, что нефть будет вечно дорожать. Вечно. И они считали, что они в этой структуре будут жить вечно. И они будут платить пенсии, платить зарплаты. И для них управление трубой и управление страной, это было одно и то же. И сейчас неожиданно этот процесс закончился. И оказывается, сразу начался кризис. Нет кризиса в Европе, нет кризиса в Америке, нет кризиса в Китае. Его нигде нет, только в России и в Венесуэле. Две страны, которые полностью сидят и сосут эту трубу. И как только там что-то начинается не так, оказывается, возникают проблемы. Поэтому, друзья, здесь сейчас вот эти внешние предпосылки, внешние условия, которые будут происходить, они непредсказуемы. И в этом плане, когда принимался выбор именно страны для строительства экотехнопарка и зоны именно юридической, где делать основную инженерную базу, была выбрана Белоруссия. И это абсолютно правильное решение, что это евразийская зона, но она все-таки не Россия. И она не настолько зависит сегодня от этих просто коррумпированных, зажравшихся чиновников от науки, от нефти и вообще от чего они. Которые сегодня бегают вот с такими круглыми глазами, ах, цена падает, что делать? Они создали себе иллюзию о том, что вот сейчас они договорятся о том, что будет заморозка нефти, добыча нефти и снижение. И поэтому у них опять что-то будет хорошо. Цена подросла до 45 долларов и тут уже чуть ли не хлопали в ладоши, что все, кризис пройден. Друзья, а в чем цинизм всей этой ситуации? В январе Россия добыла максимум за всю историю нефтедобычи в России порядка 545 миллион тонн нефти. Никогда Россия столько и Советский Союз не добывала. То есть мы постоянно все это время наращивали добычу. И вот когда мы вышли на максимум, после этого стали задавать вопросы. Ребята, а давайте теперь ограничим во всем мире добычу и соответственно зафиксируем цены. Так вот, Саудовская Аравия и Иран, они сегодня могут удвоить производство своей нефти. И они разумно задают этим деятелям. А почему вы сейчас решили фиксировать? Не месяц назад, не три месяца, не полгода. А сейчас, когда вы вышли на максимум и говорите, а давайте фиксировать. И Иран четко обозначил. Ребята, я 20 лет был под санкциями международными по продаже нефти. Я не буду ограничивать свою нефть. И второй вопрос, что на протяжении вот этих вот 15 лет, те друзья, которые рулили трубой, они вели себя крайне некорректно с точки зрения нефтяного бизнеса. И они тех же Саудитов, тех же Ирак и Ливию, они выгнали с определенных рынков, диппенгуя по цене. Потому что была высокая цена и имели возможность. И сегодня, когда отыгрывается эта ситуация, когда Саудовская Аравия и Иран имеют возможность снижения цены до 10 долларов, и при этом у них будет 100% рентабельности. А наша нефтяная промышленность, которая привыкла к высоким ценам, и они просто затраты никогда не считали, они сегодня не имеют такой возможности. Поэтому это, друзья, конкурентная среда, это бизнес-среда. И сегодня мешать ее с политикой неправильно. И второй вопрос, я все эти 15 лет сидел и задал вопрос, ребята, а кроме трубы у вас что-нибудь есть с Юницким куда только не ходили, кому что-то только не предлагали. Пока были высокие цены на нет, сам Путин это сказал, это как наркотик. Потому что его принял и ничего больше не надо. Завтра цена будет выше, покроем пенсии, покроем затраты, будем строить дороги, больше ничего не надо. Сегодня эта эра закончилась. И в воскресенье, в ДОХе, нефтяные страны показали, что, ребята, начинается новая эра цены на нефть. И она будет продолжаться еще как минимум лет 5, а может быть и 10. И, соответственно, этот тренд только на снижение цены. Только на снижение. И, соответственно, в этих условиях сегодня сразу заговорили. Кризис в стране, готовьтесь затягивать пояса, пенсии, возраст повышать и так далее, и так далее. Налоги повышать, что только они сейчас не говорили, по-другому эти деятели управлять не умеют. И в этом плане нам сейчас как к этому относиться, хорошо или плохо. Но если дилетанты, которые понимают, что управлять страной и управлять другой, это одно и то же, начинают решать другие вопросы, то у них вот такая фигня и получается. И здесь как раз, когда мы долгое время, помните, на наших вебинарах говорили, строй Skyway, спасай Россию, мы реально понимали о том и предлагали, что должна новая концепция, новая парадигма, новая стратегическая цель развития страны. Вы думаете, кто-нибудь что-нибудь услышал? Кто-нибудь что-нибудь говорил? Нет, друзья. Они сейчас сидят, охают и ахают, округляют глаза и молятся на то, чтобы цены на нефть опять взлетели. И говорят, что вот взлетят, мы что-нибудь больше будем дальше делать. Нет, друзья. Надо четко сказать, никуда цены не взлетят. Тот тренд, который принят три года назад и который сегодня реализуется, потому что мировая экономика, это не только производители энергии, те, кто добывают и перерабатывают нефть. Это, друзья, и те, кто ее потребляют, потому что для них, чем ниже нефть и нефтепродукты, тем больше прибыль. И, соответственно, мировая экономика на этом балансирует. И когда Россия и Венесуэла, то есть мы, видите, сравниваем две страны абсолютно по равному потенциалу. Россия и Венесуэла, когда полностью зависят от цены на нефть, то идет такой разговор. А все остальные страны, друзья, Европа сегодня вздыхает, у нее экономический рот, потому что упала цена на нефтепродукты. Там все упали цены на бензин. В России вы что, видите падение цены на бензин? Я вижу ее только повышение. Может быть, у кого-то где-то в регионе или у кого-то где-то упала цена на бензин, напишите мне. Я хочу увидеть или посмотреть это в регионе. Я пока вижу, лично у меня цены увеличиваются. Причем увеличиваются каждый месяц. По мере того, как цена на нефть падает. Это тоже, друзья, какой-то интересный парадокс. Цены на нефть упали, а цена на бензин в России, который добывает больше всех в мире, увеличилась. Интересные условия. Но я вам как раз говорил, что с 1 апреля правительство увеличило акцизы на бензин. Она говорит, я налоги повышать не буду, но акцизы повысим, а потом еще раз повысим. И все, кто ездит на автомобиле, будут покрывать издержки нефтяных компаний, которые сегодня несут убытки из-за того, что цена... Даже не убытки, а из-за которых выручка валютная падает из-за того, что сегодня падает цена на нефть. Это, друзья, реальность, которая сегодня есть. И вопрос о том, что есть ли альтернатива. И вот здесь, друзья, мы говорим, для нас, для тех, кто строит SkyWay, для тех, кто строит новую парадигму развития, для тех, кто видит, пишет, что у нас есть. Но обсуждать это, друзья, не с кем. То есть нет второй стороны для обсуждения. Ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в других органах власти. Вот, соответственно, исходя из этого, мы очень активно, друзья, работаем сейчас с другими правительствами, с другими компаниями в разных регионах. Это и Восток, и Запад, и Азия, и Европа, и Америка, и Израиль, и наши соседи по Евразийскому Союзу. И это, друзья, абсолютно естественный процесс. И если кто-то, вот нам сейчас пытаются сказать, что работая, развивая проект в Монголии, это не патриотично, я могу сказать, друзья, а при чем здесь патриотично и развитие бизнеса в Монголии. Мы применяем там технологию и 300 тысяч акционеров, большинство из которых находится в России, мы будем получать эти дивиденды. Мы развиваем сегодня проект в Боливии и в Гвинеи, в Африке. И что? Мы будем строить проект, мы будем получать от этого дивиденды. Это тоже не патриотично. А если завтра будет строиться проект в Америке, между, там, не знаю, где-нибудь в пустыне Невада, мы что скажем, что это тоже не патриотично? Что Skyway должен строиться только в России, но чтобы он строился здесь, надо этим сосателем трубы что-нибудь рассказать, чтобы они что-то поняли. А у них, извините, сейчас, друзья, ломка идет после того, как падают цены. А во время ломки они вообще ничего не соображают. У них упала цена на нефть и на этом жизнь закончилась. Причем, как только повысится цена на нефть, у них опять будет доза, им опять будет не до каких-либо проблем. Поэтому, друзья, этот вопрос весь связан с чем? Что мы сегодня строим Skyway и мы перешли от лозунга «Строй, Skyway, спасай Россию», потому что это, скажем так, узкое направление. «Строй, Skyway, спасай планету». Потому что Россия – это часть мирового сообщества. Это одна седьмая часть суши. Это серьезнейшее образование на всей Земле. Она всегда играла свою роль. Поэтому мы составная часть планеты Земля, сообщества. И, соответственно, тот транснет, который будет окутывать всю Землю и он покроет общей паутиной, это, соответственно, общая технология. И ее нельзя рассматривать в отрыве. Так же, как интернет. Что мы будем говорить про интернет, если он будет работать только внутри одного города, внутри одного региона или внутри одной страны? Ценность интернета в том, что он убрал границы между информационным обменом. Соответственно, между перетоком информации. Транснет уберет границы между странами, между континентами. И то развитие транснета, которое идет, он радикально изменит то, что сегодня пытаются или обособить, или сделать наши чиновники. И тут я могу сказать, что, друзья, если бы кто-то в начале 90-х из чиновников вышел и сказал, я не пущу интернет в Россию. Ну и что бы было? Он бы не пришел, или сегодня, по-моему, только одна страна в мире, это у нас Северная Корея, в которой нет общего доступного интернета. И в Китае он там несколько ограничен, но зато у них очень мощная своя сеть, у них своих пользователей много. Так вот, друзья, сегодня развитие транснета, это такая же естественная экономическая тенденция, как сегодня очень правильно говорит, тренд, который остановить невозможно. И мы сегодня, друзья, в этом тренде. И здесь я могу сказать, что, когда вы будете объяснять или вас будут спрашивать, чем вы занимаетесь, так вот, друзья, вы не просто в этом тренде, а вы находитесь в команде, которая его формирует. И у вас сегодня есть возможность участвовать в создании тех компаний, которые будут, как в свое время, основатели Google, Сергей Брин, или там в основании Microsoft, Bill Gates, или Jobs, Apple. Соответственно, мы сегодня с вами формируем тот костяк, который выдвинет новые компании. У каждого времени, друзья, свои герои. И у нашего времени, то, что мы сегодня делаем, мы увидим очень большое количество новых лидеров, молодых ребят. И я очень надеюсь, что я сейчас, как наиболее такой результат за этот год работы, у нас фактически в каждом регионе возникает команда, возникают молодые ребята, лидеры, которые работают сейчас по построению структур, по запуску адресных проектов, по созданию уже управляющих компаний, которые делают уже определенные адресные проекты. Вот это, друзья, и есть ценность, и из них вырастет очень большая плеяда новых руководителей, новых владельцев компаний, которые будут владеть трансметами, которые будут владеть адресными проектами. И появится целая плеяда новых миллионеров, миллиардеров, которые реально будут развивать и запускать делать. Это тоже, друзья, очень важный результат, который сегодня есть и который мы сегодня можем показать и делать. И как бы это ни звучало, и как бы это сегодня ни казалось неправдоподобным, но я могу сказать, что, друзья, время развивается очень быстро, технологические уклады меняются. С такой скоростью, что на прошлом вебинаре я показывал, что от концепции ракетостроения, от идеологии, которую дал Константин Эдуардович Циолковский до реализации Сергеем Павловичем Королевым прошло не одно поколение. То есть это фактически во втором поколении, когда Королев стал реализовывать, то есть это 1903 года, 1906, когда Циолковский описал и запустил первую модель многоступенчатой ракеты, а Королев, соответственно, в 1956-1957 запустил первый спутник и баллистическую ракету. Соответственно, сегодня у шестого технологического уклада, у транснета, от зарождения, который дал Юницкий, до реализации это все в пределах одного поколения. И Юницкий от автора, теоретика, изобретателя, перейдя в категорию генерального конструктора, имеет возможность реализовать. И второй момент, друзья, очень важный, что не просто концепцию транснета шестого уклада, а мы еще и говорим о том, что наша задача запустить и следующий уклад, седьмой, то есть когда уже приступить с развитием транснета, к следующей коммуникационной системе, которая позволит реализовывать уже SkyNet или SpaceNet, как у нас сегодня говорит. И когда сегодня с экранов телевизоров президент Путин говорит, что нам нужны амбициозные проекты, инновационные проекты, которые изменят, здесь, друзья, остается задавать вопрос, ну а тогда мы кто? А тогда наши проекты это что? Которые претендуют на то, что будут повышать ВВП страны, которые будут менять целые цивилизационные уклады. И здесь, друзья, я могу сказать, что этот процесс активно идет, мы с вами в нем участвуем, и результат, который мы сегодня получаем, он абсолютно, друзья, закономерен. И, соответственно, приход крупных инвесторов и крупных заказчиков, он так же закономерен, как и то, что сегодня демонстрируется, делается, и то, что приходят сегодня инвесторы на 10, 20, 100 тысяч долларов. Вот, соответственно, я работаю с такого рода инвесторами, которые сегодня входят на сотни тысяч, потому что, ну, понимаете, друзья, просто разные аргументации, у меня опыт несколько другой, то есть я могу сказать, что когда со мной начинают работать потенциальные инвесторы, то очень редкий случай, когда люди отказываются что-либо инвестировать. Но это, друзья, просто приходит с опытом, приходит с определенной аргументацией работы. Так вот, друзья, на сегодняшний момент давайте подведем черту на 23-24 апреля, это для всех для нас веха, это для всех для нас праздник, это для всех для нас фестиваль. Опять же, это поздравление генерального конструктора и генерального директора и президента группы компаний Skyway Анатолия Ильининского, который взял на себя всю эту ответственность, который не просто придумал, изобрел и запустил в реализацию технологию Skyway, но который собрал сотни тысяч людей, а это, друзья, тоже не просто. Ведь под простую идею или под пустую идею собрать сотни тысяч людей не так просто. Который собрал серьезную команду профессионалов, профессионалов, которые работают еще и с очень большим энтузиазмом, а это тоже, друзья, дорогого стоит, когда люди работают и за деньги, и в то же время с энтузиазмом, это тоже очень важно создать. И следующий момент, это приход уже профессиональных игроков, это тоже важный закономерный процесс, и я могу сказать, что, друзья, это не за горами. Тем более, что тут очень много задается вопросов, это по поводу смены дисконта, еще тут много идут каких-то спекуляций, значит, друзья, можете вот прям вот под запись и под это самое четко говорить, что май месяц, вот после экофестиваля, смены резкого дисконта не будет. Наоборот, после апрельского фестиваля весь май будут определенное количество рассрочек, которые, может быть, даже будут с повышенным дисконтом, чем сегодня, либо в рамках тех дисконтов, которые есть. И, соответственно, вы можете набрать себе программы или привлечь людей под программы рассрочек на 3, 5, 10 месяцев, взять дисконт, и он будет соблюдаться. Более того, я могу сказать, что сейчас я веду лично с Анатолием Довичем переговоры, когда инвесторы входят уже на такие суммы, как 500 тысяч и миллион долларов. И мы с ними обсуждаем уже конкретные условия персональные для тех людей, которые входят уже на такие суммы. И они будут уже на персональном договоре по определенным персональным условиям согласовывать участие в проекте. Это тоже, друзья, есть и тоже, так сказать, процесс идет. Поэтому я всех сразу хочу успокоить, что, друзья, 1 мая смена дисконта не будет. Если кто-то будет, можете ссылаться на меня, говорят, а Сибиряков обещал. Соответственно, я вам четко могу сказать, 1 мая смена дисконта не будет. Потом мы обязательно вам покажем ряд проектов, программ, которые мы покажем, которые будем привлекать, то есть с точки зрения рассрочек, которые вы можете взять и на длительный период. И только после этого мы произведем, да, потом будет действительно радикальная смена дисконта. Более того, друзья, я тоже сейчас могу сказать такую кромолуность. Не исключено, что после этого может быть вообще закрыта программа за исключением рассрочек. А программа входа может быть вообще принята, но это как раз будет зависеть от наших партнеров, которые возьмут на себя дальше финансирование проекта. Поэтому здесь, друзья, такой двоякий процесс. Мы все-таки надеемся, что мы по краудинвестингу проработаем до октября, что еще большее количество, мы говорили, до миллиона человек мы сделаем все-таки акционерами компаний. Это очень важно. Но, тем не менее, друзья, тут нельзя исключать, что с приходом крупных игроков мы с вами, как краудинвестинг, будем переключаться на другие проекты. Но, имея за спиной уже запущенный и раскрученный Skyway, друзья, вы представляете, как нам просто будет выводить такие технологии, как Skyland, такие технологии, как Skyglass, вот, и еще куча-куча других проектов, которые у нас просто должны развиваться, как, как говорится, как грибы после дождя. Ну, друзья, я надеюсь, что на все вопросы, которые тут касаемы дисконтами, с обещаниями или еще что-то, я, наверное, ответил. Вот, поэтому давайте, друзья, таким образом работаем, проведем фестиваль. Потом май с вами подготовимся, сделаем ряд заделов на будущее. Ну, а с июня месяца уже спокойно подойдем к сменам дисконтов, к реальным новым условиям работы. И, соответственно, друзья, наша задача на сегодняшний момент, чтобы финансирование эко-технопарка только увеличивалось. Я могу сказать, что прошлый месяц у нас был самый ударный, мы дали максимум за все время. И этот месяц, мы надеемся, также будет крайне эффективным, крайне важным. Во всяком случае, мы все над этим работаем. У нас активно идут именно привлечения и рост структур, те, которые работают по доведению информации, а как результат привлечения инвестиций. Поэтому, друзья, я могу сказать, что май, а потом следующий июнь, он даст такой задел, который нам позволит к октябрю месяцу подойти уже с уверенной задачей, решенной по финансированию, для того, чтобы продемонстрировать, показать и достойно уже представить технологию в октябре, как мы, в общем-то, друзья, и планируем. Потому что основное событие у нас, друзья, это октябрь, презентация и, соответственно, уже выход в свет, как говорится, самой технологии Skyway. И это, друзья, будет настолько важное для всех для нас событие, что об этом мы будем говорить уже, друзья, после ЭКО-феста, который пройдет. Ну вот, друзья, надеюсь, что большинство вопросов я на сегодня отметил, большинство, скажем, информации, которую мы доводили, она для вас сегодня нужна. Смотрите, дальше в записи в обязательном порядке все наши вебинары есть. В 19, в 20 у нас с Алексеем еще сегодня вебинар для центральной части. Поэтому, друзья, время не теряйте по тем рассрочам, которые сейчас идут, те условия. Они уникальные, и они уже повторяться не будут. Привлекайте, показывайте, рассказывайте о программе рассрочек, которые сегодня есть. Это тоже уникальное предложение. Ну и, соответственно, друзья, до встречи, я надеюсь, с многими из вас в Минске. Ну а дальше с остальными, друзья, на следующей неделе, как всегда, в 12.13 и в 19.20, мы с Алексеем будем продолжать нашу работу по Skyway. И для многих из вас, строй Skyway, спасай планету, это все будет более и более понятная задача. И более, более... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Насколько вам, мы надеемся, известно, в последнее время вся жизнь закрытого акционерного общества струнной технологии посвящена...